Для полевничных сейчас золотая пора. В осень полевать можно на любого звера за выключением редких видов. Сдобывать можно любым способом. Засады, подходы и при допомозе собак. Сезон продолжится до Нового года, однако маторам нужно обовязково набивать специальную путевку, чтобы не стать браконьером. Антонина Станкевич с подробностями. Для их полевания не просто хобби, способ життя. А тому каждые выходные, а когда дозволяют часто и в будные дни, они накироваются в лес дружной компанией. Тем более, что на двор я сприяю доброму полеванию. Зараз, правда, золотая пора для полевничных центрального региона. Дозволяется полевать не только со специально обсталеванных вышах, но и с подыхода. Так само людям в этой справе допомагают все четырехлапые сябры. До речи, они чекают этого, не меньше за их господаров. Утримать на поводку такого собаку просто немогчимо. Такий способ полевания, когда людям допомагают собаки, называется полеванием у загоня. Команда делится на две частки. Одны у специальных ярких комизельках. Каблюдей не знарок, не пераблыта, лишь живелы. Отправляются в лес. Техника беспеки такая отлумашить специалисты. Есть люди, у которых, скажем так, немножко в этом азарте о чем-то забывают. Но бывает по-разному. Но в основном люди дисциплинированные, которые следят за собой, за своими товарищами с такой целью, чтобы не было неприятных ситуаций. Остальные застаются на так званых номерах. Их задача – шакать сигналы от коллег и метко стрелять. Усю с добычу делят помеж собой по-братску, коли пошанцуют подстрелить звера, конечно. Во-первых, для души, для удовольствия. Повшайся с друзьями, повшайся с умными людьми. Правильно? С природой. Ну, уже добыть так. Добыли что-то, были хорошо. Но не добыли так, бог с ним. Что сделать? Сейчас в лесах центрального региона можно поливать напарно-копытных, бобров, водоплавных живелин и невеликих пушных зверов. Для этого нужно обовязково набить специальную путевку, иначе полевничий аматор перетворится у браконьера. Антонина Станкевич и Рыгор Кристофович. Агентство Телена Вин.